и потом пойдем по обычным добрый вечер ватыро сегодня правительство поддержала проекта запрете продажи алкоголя в барах залами до 20 квадратных метров жилых домах и я так имеющимся требованиям как думаете нужно менять законы например лицензии эгоист сильно бьют по магазинам которым нужны доходы от алка чтобы работать черт его знает что ты думаешь про бары меньше 20 метров по-моему бар меньше 20 метров это выглядит просто как обычно пивнуха это пивнуха да это не бар это просто пивнуха да в любом квартале новостроек я не знаю в москве как мы в питере точно в любой в любом квартале новостроек первое что открывается это как правило сетевой магазин ну допустим пятерочка у меня здесь открыто две пятерочки и перекресток на 6 что ли на 7 домов обязательно открывается парикмахерская обязательно открывается какой-нибудь маленький круглосуточный магазин где торгуют алкахой понятно да и конечно пивнухи пивнухи по какой-то причине принято считать что это очень выгодный бизнес никогда пивнухи правда дольше года и вот ни разу не видел что пивнуха отработала дольше года если только там нет какой-то фишки особой и да это просто обычное заведение где местные алконавты а надо понимать что даже среди людей у которых есть деньги на приобретение квартиры тоже есть алкаши они там бухают но насколько это хорошая идея мне кажется что в этом есть смысл вот почему поделать чем дело спальных районах вообще не как нет никакого там способа рекреации имеет кажется что как раз другое дело по поводу до жилых районов с этим может быть проблема жилых домов да но в принципе мне кажется что наличие хоть каких-то способов до вечера провести значит не сидя перед диваном напевать там в одиночку а хотя бы в компании это в общем хорошо парить есть такая история да про америка страны я с тобой соглашусь да потому что они любом случае купят эту самую сивуху они купят просто в круглосуточном магазине будут сидеть на детской площадке и туда даже просто более смотрите в чем дело на пожарский проект как раз недавно писал так давно до в америке запрещено покупать алкоголь до 21 года и что происходит значит детишки там тайна собираются в на квартирах да как-то они приобретают а ну и кто-то один старший приобретает бухло и потом все вместе на квартирах напиваются чем это заканчивается но это заканчивается значит эпизодами массового пьяного изнасилования да вот все то о чем мы так любим слушать да вот например снова кавана объяви обвиняют том что он на студенческой вечеринки кого-то насиловал вот это же все связано с тем что они не имеют возможности извините сходить нормально в бар и в этом баре нормально спокойно посидеть ну как извините вот ну у нас в общем молодые люди молодые студенты ну вот мои знакомые например регулярно ходят в регулярно ходят в бар и сидят просто в баре там покупают какое-то пиво до сидят и в общем все это заканчивается совершенно нормально потом на метро или на такси едут домой в общем никаких проблем у них в этом плане нет вот американские студенты они вот вынуждены бухать найти в этих общежитиях вот значит или там квартира кого-то на домах у кого-то пока родители нет ну и понятное дело что такое там 10 студентов особенно если есть девушки которые там вместе находятся в каком-то одном закрытом помещении там извините сперма в уши ударяет и в общем заканчивается это все понятно чем да в европе где ну совершенно там нормальная культура в соответствии с которым там молодые люди ходят не знаю пары какие-то да в пабы какие-то пивные как германии не знаю маленькие кафешки ресторанчики где-то принято там такого в общем не встречается так что мне кажется здесь можно еще и с этой точки зрения посмотреть другое дело что хорошо это конечно теоретически все разбирать а другое дело представьте себе владельцев квартиры которые живут на втором этаже над пивной вот каково им особенно если они там дети маленькие это не все это видят ну в общем не знаю наверно как то нужно это решать но просто да да надо наверно как-то опять же да как на решает слушаю как это решается есть управляющая компания которая выбирает кому сдавать в аренду кому не сдавать удастся просто прям проводят управляйка то есть вот хоть и вот такая-то там вас управляйка работает я так понимаю у нас вот нифига ничего не работала справа дом покой где ничего нет он вас на праздник на стройка да у нас просто вот дом которым я у нас живут старики включая меня естественно вот значит и как бы в нем ничего нету он маленький он как бы высокий но в нем один подъезд поэтому в нем особо как бы и решать то нечего там вся проблема вот выбили стекло в лифте было было зеркало вот никак не могут поставить новые вот вся проблема вот а так то в принципе значит у нас ничего не происходит и в большинстве домов до управляющей компании они чисто формально работают и в новых домах в том числе вот значит